Девушки отдыхают 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 Нужен был вот этот участок И он, ну, с точки зрения, наверное Теплосети Не очень сложный, потому что Там просто трубопроводы без Компенсаторов, без отводов, без камер Без дополнительных вот этих вещей Просто лотки, трубопроводы Ну и, соответственно, грунт Песок, щебень, асфальт Бывают истории Допустим, завтра закрывается перекресток Пугачева и Некрасова Там задача намного сложнее Поэтому протяженность, продолжительность Закрытия этой магистрали Улицы Пугачева На перекрестке будет дольше То есть там была такая, если кто-то помнит Совсем недавно ведь там шли масштабные работы У 50, нет, там кусочками Как раз перекладывается теплосеть И вот, если помните У 59-й школы есть такой большой теплопункт Дымка еще была нарисована Рядом с ДК Космо Его сейчас не будет, он демонтируется И все то оборудование, которое было внутри Оно сейчас будет под землей То есть будет строиться огромная тепловая камера Куда все это оборудование будет Установлено уже новое, обновленное оборудование И, соответственно, для этого до 9 сентября Будет закрыто движение Это впервые такая технология будет использоваться Именно под землю все это будет Ну, в Кире, по крайней мере, за последние годы такого не было То есть павильоны, как правило, все-таки сохраняли свой функционал А здесь, в связи с тем, что это территория школы И с точки зрения обслуживания было принято решение это увезти под землю То есть в том числе и из соображений безопасности В том числе и из соображений безопасности детей, да Почему-то, мне кажется, микрофон нет Да, сейчас, я думаю, что звукорежиссер нам поможет У меня микрофон или у тебя Поможет отстроиться Еще раз, давайте, по срокам давайте еще раз уточним Пугачева-Некрасова Пугачева-Некрасова, ну, завтра у нас 17 число 17 августа по 9 сентября Но работает компания Перекресток закрыт, потому что сейчас, я так понимаю, там же подъезд Улица Некрасова, она уже закрыта, да, ранее А сейчас перекресток с самой улицы Пугачева-Некрасова Так как там работает компания, та же, что работала здесь, на Преображенской Вполне возможно, что они возьмут на себя повышенные обязательства Сделают это Ну, как я и сказал, что задачи там действительно очень сложные Поэтому 9 сентября край, когда они должны открыть движение по Пугачево Вот, а если сделают раньше, будут большие молодцы Ну, я насколько понимаю, там на прилегающих улицах Двусторонние, да, организованные движения Да, там по улице Грибоедова, по улице Короленко Организованы двусторонние движения для того, чтобы люди могли подъезжать к своим домам И там учреждения есть, там гор-электросеть Вот там двусторонние движения сейчас Где еще основные участки? Ну, давайте сразу огорошу У нас сейчас подошла уже реконструкция по улице Московской К проспекту Строителей И решается вопрос Сейчас как раз смотрят состояние лотков и так далее Каким образом будут проходить дорогу? Скорее всего, будет сужение движения И там поэтапно Для того, чтобы полностью не перекрывать Ну, в общем, пока это решается И будет отдельное постановление по ограничению движения там Проспект Строителей с улицы Московской По Карла Маркса Вот сейчас уже многие видят, что у нас два объекта Первый, это вот здесь у Карла Маркса с Воксей Второй объект, это вот Роза-Лексенбург до Свободы И непосредственно улица Свободы Вот сейчас участок между Свободой и дворцовом бракосочетании Там тоже проходит теплотрасса И тоже нужно будет проходить этот участок Вот Карла Маркса Ну, то есть вот так или иначе Коммуникации в городе уложены действительно Под очень многими дорогами, магистралями Пересекают их И их надо менять Износ у них как раз вот под дорожным полотном Как правило, не всегда, но как правило Бывает тоже достаточно серьезный Поэтому здесь Ну, у нас есть лето для того, чтобы подготовить коммуникации И эти коммуникации, которые там очень давно уже служат Их тоже надо менять Ну, не дай бог, хуже, если это там случится что-то зимой И вскроется там какой-то участок И выйдет на поверхность кипяток Мы не хотим этого допустить Достаточно такой банальный вопрос, Олег Почему именно такой порядок, вот работ, график работ На городской карте, именно эти точки Это все результаты гидравлических испытаний? Нет, не совсем так Есть так называемая экспертиза промышленной безопасности Которую проводят наши сотрудники Службы диагностики Они смотрят, диагностируют теплосети Например, износа, повреждаемости И на основании этого выносится решение В какую очередь тот или иной участок попадает Какой-то в этом году Какой-то в следующем Какой-то еще может пару лет потерпеть И очень интересно Нынче, на самом деле, наверное, обратили внимание И звучало уже, что мы привлекаем второй год подряд робота На теплосети Нынче 1600 метров робот у нас проехал Это и по Московской, по Менделеево По Некрасово, Блюхера Еще какой-то участок я забыл И выявил 42 так называемых аномальных участка зоны А он картинку онлайн передает, да? Там он передает в компьютер и картинку И эта видеозапись потом расшифровывается И второй этап Это магнитная терапия, я хотел сказать, да? Обследование, диагностика магнитная Которая позволяет увидеть утончение стенок Если стенка меньше 4 миллиметров Это значит, что этот участок надо менять И вот 42 таких участка выявлено было 41, прошу прощения И 38 из них уже заменено тоже в этом году Это плюсом к тем дефектам, которые в результате гидравлических испытаний были выявлены Но это очень важно Именно, то есть мы по гидравлике бы их не поняли, что эти участки пора перекладывать Но это только на протяжении 1600 метров Да, но это магистральные трубопроводы Это трубопроводы большого диаметра В маленькие трубы смысла, ну и робот просто не войдет А на магистральных сетях, от которых запитаны целые кварталы города Это очень важно Ну то есть вот такая технология используется нынче И она добавляет нам работы, безусловно Потому что эти участки сразу меняются Вот, но позволяет исключить каких-то неожиданностей зимы То есть такая технология современная, да, новая для нашего города Да, это причем российское производство Это Санкт-Петербургский научный институт Который сначала эту технологию просто изобрел И применил для газопроводов Потом он совершенствовал И с прошлого года у нас, пару лет уже до нас В некоторых городах тоже испытывал уже на сетях теплоснабжения А, то есть он переходящий из города в город робот Мы приглашаем, да, мы приглашаем сотрудников У нас все-таки не настолько там протяженные сети, как в городах-миллионниках Поэтому, наверное, смысла нет приобретать себе Но достаточно оперативная бригада Они там работают в круглосуточном режиме Приезжают, запускают днем, ночью И потом предоставляют нам уже данные обследования и диагностики Даша, у тебя вопрос какой-то был, нет? Нет, я думаю, что возможно мы начнем подключать потихоньку с пикеров Потому что время бежит Да, ну в первую очередь нам представители городской администрации Хотелось бы услышать Мы хотели бы пообщаться с Дмитрием Кондратовым Зам. начальника департамента городского хозяйства Администрации нашего города Но я думаю, что наш редактор будет постепенно подключать Набирать по телефону Роль вообще ведется, чтобы все вовремя начали подготовку Как взаимодействие в общинологии Потому что частенько бывает такое, что начинается отопительный сезон И получается КТК все эти все готовы На входе в дом какие-то проблемы Ну а проблемы давайте еще одного нашего гостя спросим Алексей Епатов, руководитель тепловой инспекции На Газбит Плюс Какой фронт работы у вас непосредственно? Алексей, вы отвечаете за... За взаимодействие с абонентами, с конечными То есть в свое время тепловая инспекция называлась абонентской службой даже То есть по большому счету Ну наша работа сконцентрирована на том Что находится от стены дома и внутри здания То есть внутренние сети здания, внутренние тепловые энергоустановки И летом мы контролируем, проверяем работу управляющей компании по подготовке к зиме То есть каждый многоквартирный дом по правилам, по закону Должен выполнить ряд мероприятий по подготовке Промывка, опрессовка, установка изоляции Ну там в результате опрессовки, там заменить трубы То есть мы должны это проверить Все ли готово к подаче теплоносителя? Все ли готово, да То есть мы, мои сотрудники, составляют соответствующие акты Эти акты уже вложатся как бы в пакет документов паспорта готовности Которые вы упоминали вначале Дмитрий Кондратов с нами на связи Заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Дмитрий Александрович, добрый день Здравствуйте Да, добрый день Мы в прямом эфире общаемся И сейчас у нас представители Т-плюс Компании в студии находятся Ну, позицию городской администрации По поводу подготовки города к отопительному сезону Тоже бы хотелось, безусловно, услышать Основные моменты, в первую очередь, просим осветить К какой дате в этом году областной центр должен быть готов к отопительному сезону Какие работы предварительно должны быть проведены И на данный момент, какова степень вообще готовности к отопительному сезону? Понятно Ну, традиционно, как правило, у нас город должен быть готов к 15 сентября Ну, эта дата еще идет с давних времен Но, на самом деле, начало отопительного сезона определяется В соответствии с постановлением правительства О среднесуточной температуре То есть там 354-е постановление правительства О предоставлении коммунальных услуг гражданам И там указано, что при установлении Среднесуточной температуры Плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд Орган местного управления определяет дату начала отопительного сезона Ну, погода с нами, так скажем, играет Играет, бывает, что бывает холодно один день Потом тепло два, ну и так далее Поэтому мы все равно ориентируемся на 15 сентября И, как правило, выпускаем еще постановление Для возможности включения отопления в социальных учреждениях По заявкам руководительных данных учреждений Чтобы сохранять комфортную температуру в данных помещениях Ну, не дожидаясь, да, вот этого параметра В плюс 8 градусов Ну да, не дожидаясь Есть возможности пораньше Там не 15 сентября, не среднесуточный Ну, все-таки в социальных учреждениях Особенно с круглосуточным пребыванием людей Например, больницы Там нужен особый режим Поэтому им такую возможность даем При необходимости включиться раньше Ну, кстати, насколько помню Такая возможность есть и у многоквартирных домов При условии, что сети готовы И техническая есть возможность Условия сами жителей Должны, ну, насколько я понимаю, юридически Все должны дать согласие Решение принять единогласно о включении И тогда уже в управляющей компанией То есть должно путем всех собрания И принятие решения А у нас через Google форму спрашивают А, то есть все онлайн, да? В цифровом формате Дмитрий Александрович, такой момент Какая работа должна быть проведена Со стороны ресурсоснабжающих Организаций, управляющих компаний И как городские власти отслеживают Насколько готовы дома Насколько готовы сети К отопительному сезону Ну, вообще у нас даты В принципе определены Крайние даты готовности К отопительному сезону Это приказом Министерства энергетики Российской Федерации В которых указано, что все потребители Тепловой энергии должны быть готовы К отопительному сезону Не позднее 15 сентября Те ресурсоснабжающие организации Не позднее 1 ноября Орган местного управления Ну, сам муниципалитет Не позднее 15 ноября Ну, это крайние даты Получения паспортов готовности Ну, это не значит, что Отопительный сезон до этих дат Не должен начаться Нет, понятно Понятно, да, что есть вот эти крайние сроки Вопрос больше в том, что Ведете ли вы какую-то работу До того, как эти крайние сроки наступят Потому что наступило там условно 15 сентября И выясняется, что не готовы Те, те, те и эти Вот именно промежуточная работа Какая ведется Сейчас можно как-то оценить? Да, началась еще в мае То есть как только было объявлено О завершении отопительного сезона Сразу началась работа Как с ресурсоснабжающими организациями Были запрошены планы графики Реконструкции гидравлических испытаний И всех мероприятий Так и с управляющими компаниями Такая работа ведется За прошедший период проведено Ну более 20 личных встреч С руководителями управляющих компаний Непосредственно с директорами Ну охват был, наверное Больше 60 управляющих компаний Мы лично встретились И помимо этого Еще проводили общее совещание С участием прокуратуры, ГЖИ На которых обсуждали Существующие проблемы Ну то есть не все управляющие компании Так скажем Понимают, что от них будут требовать Поэтому уже персонально обсуждались Каждый И плюс У нас создан штаб По прохождению и подготовке К отопительному сезону Он проходит у нас вообще еженедельно При необходимости Мы выезжаем На место проблемы В том числе С тепловой инспекцией С ресурсоснабжающими организациями Ну и уже Конкретно на местах Смотрим Что Ну там Проблемы какие в домах То есть эта работа Очень плотно ведется В первую очередь Что мы проверяем У управляющих компаний Это Наличие Ну понятно, что Должен быть вначале План график Проведения работ Соответственно Дальше Это наличие промывок Гидравлических испытаний То есть все дома Должны Промываться Провестись Работа На Проверить Плотность Оборудования Должна быть Теплоизоляция В тепловых узлах Ну перечень Такой Не сильно большой Но и Мероприятие Это очень важный И Мы По договоренности С тепловой инспекцией Вот в этом году Почему Так скажем Не очень-то большой Процент Сдачи документов В тепловую инспекцию По сравнению С прошлым годом Это тот факт Что мы Сделали акцент Именно на качество Подготовки домов К отопительному сезону На сегодняшний день Ну насколько я знаю В тепловую инспекцию Сдало порядка 30% Управляющих компаний Всего должно Всего Около 4 тысяч домов Нужно подготовить К ОЗП На эту дату В прошлом году Уже больше Было сдано документов Управляющих компаний Но говорю Причиной является То что мы Повысили Требования К подготовке домов Это В итоге-то Отразится На качестве Что конкретно Изменилось Какие Да В чем ужесточение Это произошло Ну хотя бы Для общего понимания Я насколько знаю Думаю тепловая инспекция Там подробнее скажет Если раньше Можно было Промывать дом Достаточно Так скажем Пропустить воду Из системы Типоснабжения То сейчас требуется Гидропневматическая промывка То есть она более Качественно промывает Трубы Соответственно прогрев Под давлением Батарей будет Лучше И Ну такая работа Управляющими Компаниями Ведется Раньше Велась Не очень хорошо Мы считаем Что Это направление Надо усиливать Какие Меры Воздействия Можно предпринимать И вы В праве Предпринимать К управляющим Компаниям Которые Ну вот не очень Расторопно Подходят К этому делу Ну мы Плотно Взаимодействуем Как с прокуратурой Города Так и с государственной Жилищной инспекцией Сейчас Так скажем Конечно Имеется Ну наложен Правительством Мораторий На проведение Проверок Юрлиц Но Несмотря на это Мы все равно Плотно работаем Направляем Какие-то Обращения Официальные Управляющим Компаниям Ну и Рабочие встречи Проводим Большинство Из них Слышат нас И принимают Меры По Устранению Замечаний Если можно Я дополню Дмитрий Александрович Вообще Контроль за Управляющей Компанией Самый главный Контролер Это собственник Жилья И именно В этом году Алексей Юрьевич Тоже может быть Расскажет Позже Мы проводили Уже ряд встреч С Как раз С старшими По домам Которые Контролируют Смотрят Все ли Процедуры Выполнены Точно так же Как специалисты Тепловой Инспекции И Они Должны Спрашивать Со своей Управляющей Компанией Которую Они Нанимают То есть Администрация Города Здесь Третье лицо Прокуратура Да Может контролировать Но все-таки Собственник Дома Должен следить В том числе За тем Как его дом Подготовлен к Отопительным Сезонам А с чего Начинается Олег Был Заместитель Начальника Департамента Городского Хозяйства Администрации Города Спасибо За подробный Комментарий С чего Начинается Это позвонить Прийти в свою Управляющую Компанию И просто Задать напрямую Вопрос А как Наш дом Готов Вообще К отопительному Сезону Мы Будем жить В комфортной Температуре Когда холода У нас наступит Давайте Я чуть-чуть Два шага Назад сделаю Чтобы ввести Курс дела О том Как вообще Происходит Вот эта Вся процедура Подготовки Дома К зиме То есть Паспорт готовности На самом деле Это такой На мой взгляд Самый эффективный Инструмент Воздействия На управляющую Компанию И на собственников Инструмент Воздействия Для того Чтобы Те люди Которые должны Подготовить дом Чтобы они Эту работу провели Вот Паспорт готовности Это С одной стороны Бумага Которую выдает Администрация Управляющая компания С другой стороны Это пакет документов При наличии которого Эту бумагу Они выдают То есть Ну Как бы В таком В техническом жаргоне Мы говорим Да Собрать паспорт готовности То есть Собрать Пакет документов Которые Нужно Чтобы управляющих Ну Чтобы администрация Администрация Выдала управляющим Компаниям Вот эту бумажку В этот пакет документов Входят акты Которые В которых Зафиксировано Успешное Или неуспешное Выполнение Технических Мероприятий По подготовке К зиме Вот кроме промывки Которую уже Упоминал Дмитрий Александрович Что еще Изменилось Ну Смотрите По большому счету Ничего не изменилось С точки зрения Формальных Процедур То есть Какие правила Были Какое законодательство Было Оно такое же осталось У нас изменился Контроль За выполнением Этих мероприятий То есть Например Ну вот Как Дмитрий Александрович Сказал про промывку Если раньше управляющая компания Там Могла Наполнить систему Отопления водой Слить там Три раза И у себя на коленке Там составить акт О том Что они Промыто Да Промыто Теперь Они должны Сдать нам промывку Именно Сотруднику Ресурсно-набжающей организации Нам Сотруднику Тепловой инспекции То есть В присутствии В присутствии Или мы просим иногда Снять видео Потому что В виде Что действительно Система промывается Да То есть Ну как Будет удобно То есть Мы Как бы Разработали Такую процедуру Приемки промывки По видео Потому что Это в любом случае Такая Ну новая Для всего города Процедура И промывку Мы просим провести Гидропневматическим способом Чтобы как можно Сильнее очистить Теплообменники И систему отопления Для этого Нужно какое-то Дополнительное оборудование Которое нужно приобретать И управляющие компании Располагают им Или приходится Каким-то образом Выкручиваться Или вот задержка Которая говорили Сейчас Вот с этим и связана Она Я думаю Что в большей части Она именно с этим и связана То есть Мы начали требовать Грубо говоря Подготовку Так Как это прописано В правилах И к этому Возможно Были не все готовы Чисто технически Да Для этого Необходимо Необходимо Определенное оборудование Кто-то из управляющих Компаний Нанимает подряд На организации Кто-то закупает Свою установку Она им Я думаю В хозяйстве Очень не помешает Если управляющая компания Большая То почему бы Не держать Вся промывочное оборудование А сколько примерно Остает Ну Ну порядок Зависит наверное От класса От тех параметров Нет понятно В смысле То есть это десятки тысяч Или это миллионы Смотрите Можно собрать Дешевое устройство К которому Мы не имеем права Формально придраться То есть это компрессор Который будет Загонять Просто подавать Смесь воды И воздух И это будет стоить Около 100 тысяч рублей Я видел Такие коммерческие предложения За 100 тысяч рублей Можно собрать Такую установку Можно собрать Хорошую Ну не собрать А купить Хорошую установку Типа Буччи За полмиллиона Например Ну я говорю Я думаю Что от размера Управляющей компании Зависит Как бы Окупаемость Этой процедуры Я прошу прощения Да Надо сейчас прерваться На небольшую рекламу Через минуту Мы обязательно продолжим Нашу беседу Вернемся Говорим мы сегодня О подготовке города К отопительному сезону Много нюансов Много интересных аспектов Олег Прохоренко Руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс И Алексей Епатов Руководитель тепловой Инспекции Энергосбыт Плюс В нашей студии Мы продолжаем Хотя у нас времени Остается еще Уже вернее Совсем немного И представители Еще управляющих компаний Будут с нами На телефонной связи Алексей Там прервались На этой важной процедуре Промывки под давлением Системы отопления В многоквартирных домах Насколько вообще Адекватно Управляющие компании Реагируют на ваши Замечания Предложения Все по-разному У нас больше Сотни управляющих компаний В городе И по-моему Две-три управляшки Прошло Через эти совещания Со мной С Дмитрием Александровичем Мы как бы Со всеми Проговорили Все технические Проблемы Которые у каждого Управляющего возникают То есть постарались Уделить всем Внимание Так чтобы не казалось Что мы там Затянули гайки И самоустранились Мы постарались С каждым Отработать И возражений Было Ну я думал Будет больше Потому что Все равно Самое распространенное Возражение Чего касались Ну Есть как бы Технически глупое Возражение Что типа Промывка От промывки Будет только хуже Там Отопление Например Ну бывают такие Вот инженера приходят Такие вещи говорят С ними спорить В принципе сложно Когда магистраль чистая Промытая Как может быть Хуже Ну Это Уровень суеверий Мне кажется Какой-то Вот Ну есть как бы Такие моменты Когда промываешь систему То может В какой-нибудь элемент Арматуры Подтянуть грязь Например Придется это все снимать Пробочка какая-то возникнет Да-да-да Забьет Может быть И не имеют ввиду это То есть возражения Они в основном Такие Технически неграмотные Люди Как бы С образованием Типа моего Они со мной Как правило Не спорят Они соглашаются Ну Иногда жалуются Что да Как бы Денег нету Вот мы на следующий год Запланировали Ну то есть Понять можно Наверное всех То есть Понятное дело Что если управляющий Компанией Под сотню домов Там они Им сложно Организовать эту работу Но мы Как бы У нас программа Максимум Все-таки Промыть И добиться подготовки Со всех В любом случае Сколько По времени Вообще Занимает процедура Вот этих всех работ На доме И промывка И обследование Всех коммуникаций Узлов Ну Смотрите А прессовка Это Дом Нагнетают До состояния Чуть выше рабочего До давления Чуть выше рабочего И смотрят В течение 15 минут Не падает ли это давление В системе Если оно падает Значит где-то утечка Если утечка Надо ее найти И устранить Это занимает Определенное время Промывка Длительность Зависит от размера дома Грубо говоря Четырехподъездная Пятиэтажка Это Ну смотрите Если промывка С химией То конечно Хорошо было бы Наполнить систему Отопления Этой химией И продержать сутки После чего Компрессором Пройтись и промыть То есть это Два дня Бригада будет работать Это средний дом Большой дом Там Ну еще больше Вот Ну и плюс Там замечания По Восстановлению Тепловой изоляции Установке Манометров И термометров Поверки приборов Учета То есть чем больше Замечаний Тем дольше Ну самое долгая Это наверное промывка Самая долгая Это наверное промывка Сергей Торхов И того получается У нас Ну можно Несколько недель А можно Несколько дней А можно Неделю Там на одном доме Лучше наверное Сергея Александровича Как раз спросить Потому что Управляющая компания Лучше меня Сергей Торхов Генеральный директор Управляющей компании активкомфорт. Сергей Александрович, добрый день. Да, добрый день. Мы сегодня говорим, Сергей Александрович, про подготовку города к отопительному сезону на вверенном вам жилом фонде. Какие сейчас работы проходят, с какими трудностями возможно сталкиваетесь, успеете ли к обозначенной дате подготовить жилой фонд? С учетом нововведений по промывке систем. Сергей Александрович, поделитесь своими буднями. Трудностей нет, все идет по плану. Работа знакомая, поэтому все все знают, понимают. Буквально сегодня у нас оперативка прошла, у нас осталось из 150 домов по активкомфорту 10 домов сдать контролерам. 7 домов на этой. Почему последние дома уже как бы мы заканчиваем эту работу по подготовке? Эти дома требуют отключения от системы, нужно менять задвижки вводные, поэтому несколько растягивается этот процесс. То есть вот эти несколько домов, а остальные все, получается, уже полностью готовы к отопительному сезону? Да, ведь у нас в администрации было совещание в июле месяце. решили как можно быстрее в этом году подготовиться аж к первому августа постараться. Ну, понятно, что где-то что-то может не получилось, но тем не менее, вот сейчас середина августа мы уже заканчиваем. Хватает ли сил, хватает ли ресурсов, Сергей Александрович, хватает ли понимания, что нужно делать, потому что в этом году требования немножко жестче? Ну, смотрите, я ведь еще директор управляющей компанией Аква ДСК. Если Аква ДСК, 41 дом, мы обслуживаем эти дома уже с 2005 года, то понятно, что там вопросов меньше всего, и в принципе дома все подготовлены сегодня без замечаний. А по актив-комфорту четвертый год в управлении дома, соответственно, есть еще проблемы нерешенные. Мало того, что подготовить дом это испытать повышенным давлением или промывку произвести, у нас еще проблема есть в регулировании во время отопительного сезона тепловых узлов. Вот здесь у нас еще вопросы остаются, но я думаю, что мы в течение осени это тоже закроем. Ну, то есть нет таких домов, над которыми, не знаю, угроза срыва отопительного сезона стояла? Нет, нет, нет. Вопрос стоит, видите, дома у нас не первой молодости, поэтому все в текущем режиме, где-то болера выходят из строя, приходится менять их, где-то за счет текущего ремонта, там, где на домах денег нет, работ много производилось, приходится выходить на собрания, собирать дом взносы, ну, такая обычная работа, текущая, повседневная. 15 сентября обозначен срок уже конечной готовности к отопительному сезону, вы, Сергей Александрович, можете поручиться, что к этому сроку дома ваши будут все действительно уже в боевой готовности, да? А что вы считаете, как бы, окончательным решением того, что дом готов или, видите, у нас есть паспорт готовный, подписание которого, которого и является, как бы, окончанием этой работы, фактом, собственно, да, свершившимся. Фактом, да, свершившимся фактом. Вот, ну, вот, не от меня ведь зависит, подпишут эти паспорта или нет. Первые дома мы сдали еще в июле, а паспортов готовности по этим домам мы еще не видели, поэтому со своей стороны мы все сделаем, сделали уже, в принципе. Алексей, почему могут быть задержки в получении паспортов? видимо, Сергея Александровича можно уже отпустить и поблагодарить, собственно, за комментарии. Сергей Торхов, генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт», буквально 30 секунд остается, задержки в получении паспортов могут быть из-за замечаний, которые к этим паспортам готовности мы находим в ходе их проверки. Какие самые распространенные замечания? Вы их сразу отдаете управляшке, чтобы они начинали разбираться? Ну, в случае с Сергеем Александровичем проблема, наверное, у «Актив Комфорта» с регуляторами ГВС, то есть, это такая сложная проблема, которая требует большого вложения средств и которую так быстро за один-два дня не решить. Вот проблема с «Актив Комфортом», наверное, управляющей компанией нужно изыскать средства на то, Собрать жильцов, проголосовать, объяснить людям, что им это нужно. Другие уже тоже жизненно важные процедуры запускаются, и это уже сугубо работа конкретной управляющей компании. Расворачиваться. Да, но в целом год от года эти проблемы остаются, вот эти одни и те же, или ситуация все-таки улучшается? Вы знаете, зависит от управляющей компании. От управляющей компании. Вот людям нужно смотреть, кому и за что они платят деньги за обслуживание в первую очередь. Разборчиво нужно, в общем, подходить к выбору управляющей организации. Спасибо большое нашим гостям Олег Прохоренко и Алексей Ипатов. На этом завершаем нашу передачу. Дарья Тупызлиева, Владимир Сметанин. До свидания.